Около 200 миллионов рублей поступит в Чувашию из Ростуризма на завершение строительства этнокультурного комплекса Амазония и экопоселения Ясна. Работу на объектах сегодня проинспектировал председатель правительства Чувашия Иван Моторин. Сейчас в этнокультурном комплексе Амазония, что в парке 500-летия Чебоксар, завершено строительство лестницы влюбленных и озера. Идет строительство развлекательного комплекса. Готовятся документы для аквапарка, гостиничного комплекса и комплекса Тухья. Он должен расположиться в центре этой площади. Практически все инженерные объекты достроены. Проложена система водоснабжения, ливневой канализации, линии электроснабжения и наружного освещения. Внутри парка установлено пять трансформаторных подстанций. Проведены пусконаладочные и испытательные работы. Однако заказчик, инвестор и подрядные организации не могут решить организационные вопросы и подписать документы, чтобы сети заработали. Нет зачастую синхронизации. Очень много подрядных организаций, которые между собой не координируются каким-то генеральным подрядчиком. У него и нет генподрядчика. Соответственно, возникает очень много изменений в проектах, пересечений. В моем понимании, эти моменты должны сниматься на строительной площадке с участием проектных институтов, эксплуатирующих организаций и, соответственно, заказчиков. Здесь эта нестыковка на данном проекте. Она присутствовала и три года назад, и дебаты остаются и сегодня. Один из таких вопросов – 300-метровый участок дороги, который ведет в экопоселение Ясно. Подрядчиком здесь выступал Чуваш Автодор, но объект не завершили. Кроме того, три года решается вопрос о переводе участка земли из федеральной собственности в муниципальную. На этой неделе, заверил министр культуры Константин Яковлев, земли должны быть переведены. Нестыковка касается той части, это вопросы согласованности, некоторые моменты. Некоторые вопросы возникают. Я думаю, сегодня как раз этих ряд вопросов мы рассмотрели. Я думаю, соответствующие будут приняты решения со стороны Министерства культуры и со стороны правительства. Я думаю, все вопросы будут устранены в ближайшее время. Сейчас в экопоселении построено три гостевых двора. Еще три скоро будут готовы. Планируется музей Руны, центр целебного питания. Несмотря на строительную работу, сюда уже приезжают туристы и знакомятся с экопоселением. Создание такого туристско-реакреационного кластера на основе двух комплексов позволит увеличить турпоток в республику практически в три раза. Появится более полутора тысяч новых рабочих мест.